Может, в больнице окажемся близкий человек, рядом будем находиться, да, человек, если возле смерти окажется, что нам нужно предпринимать для тех, кто рядом. Нужно побеспокоиться, чтобы в этой комнате не было человека, женщины, которая с открытыми ауратом. Лоб трогаешь, да? Ла-и-ля-и-лога, ла-и-ля-и-лога. Он же подумал, если он ла-и-лога, говорит, я тем более, я же умираю, не он умирает, да, например. Следующее, второе, что нужно делать, шадду лихияин. Вот его челюсть надо завязать, говорит. Рот тоже бывает открытый, рот надо закрыть и привязать, чтобы она держалась. Мы вчера рассказывали про то, как нужно составлять воссеят, завещание, как распределять имущество и так далее. Сегодня, иншалархман, расскажем, что делать, если вдруг мы оказались возле умирающего человека. Какие адабы связаны, этика связана с человеком, если мы рядом оказались. Никто не застрахован, например, мы, может, в больнице окажемся, близкий человек рядом будет находиться. Человек, если возле смерти окажется, что нам нужно предпринимать для тех, кто рядом. Есть определенные адабы, их, иншалархман, перечислим. Вообще, для начала, дорогие братья, нужно понимать, что если вдруг мы оказались рядом в одной комнате с человеком, который умирает, нужно побеспокоиться, чтобы в этой комнате не было человека, женщины, которая с открытым ауратом. Почему? Потому что там, где женщина с открытым ауратом, с волосами и прочее, ангелы милости не заходят. Представьте себе, человек предсмертной агонии, больше всего, который нуждается в милости Аллаха, да? И тут в комнате находится женщина с открытым ауратом, а туда, где ангелы, аурат открытый, ангелы милости не заходят. Вы же помните историю, когда пророк, алейсалам, впервые Джибрилля, алейсалам, увидел, и он, ну, испугался, да, сильно. И Хадиджа, ради Аллаха, она сказала, сейчас он рядом сейчас, он говорит, да, пророк сказал, да, я увижу, он сейчас здесь. И чуть-чуть она волос открыла, и говорит, теперь видишь, пророк сказал, нет, сейчас он ушел. И говорит, это ангел, потому что ангелы, где открытый аурат бывает, там ангелы не находятся. Когда намруз, это пророк Ибраим, алейсалам, хотел сжечь, он же такой костер сделал, что даже близко подойти невозможно было, а? Азат, если муж и жена, они же ходят, думают. Нет, когда душу забирают, рядом имеется в виду, чтобы женщина закрывала, вот это имеется в виду, да? Почему? Потому что если волосы одолелось, там уже ангелы рахмата не бывают. Вот это ангел Джибрель, то есть Ибраим, алейсалам, когда хотели закинуть, они три месяца собирали костер, настолько костер они сделали, что когда сожгли это все, проблема и стала, вообще туда подойти невозможно было. И проблема стала, как его туда в огонь закинуть, если просто его туда неуреально подойти несколько там огромные метры, да, уже жар такой сильнейший, придумали катапульту, чтобы его вот так через катапульту закинуть. И Ибраим, алейсалам, когда хотели уже бросить, катапульта не отпускалась. Почему? Потому что ангелы держали ее. Иблис же видит это, в образе старика пришел, говорит, женщину приведите с открытыми волосами, Иблис сказал. Привели, и ангелы сразу ушли, и Ибраим, алейсалам, запустили. Такой был тоже случай, да, например. То есть, поэтому ангелы милости, если мы хотим, наш близкий человек и так далее, таких людей, а, женщину, которая с открытым оборотом, или же надо, если жена, близкие люди, надо, чтобы сказали, да, ну, закрыли все. И еще человек, который спиртное употребляет, или же, например, который курит, курильщик, табаком пахнет. Таких, вот такого человека тоже нужно из комнаты его провожать. Такой человек рядом должен быть. Одна бабушка, мне историю рассказывали, говорит, она вот так лежала, уже такое ощущение, описывает же смерть, как будто бы гора на тебе лежит, да, такие разные описания. Мы вчера же рассказывали на уроке, да? И она, кажется, ее внук, что ли, зашел, видать, сигаретой баловался. Она так, еле как вот так лежит, она руку поднимает, вот так делает, вот так, говорит, сделала, потому что, типа, убирайся отсюда, что зашел. Да, например, на самом деле, да, вот этой ситуации, положении, да, больше всего мы в милости Аллаха нуждаемся, ангелы Рахмата, чтобы наши души забрали, и не хочется как-то с таким вот он. Поэтому, вот, в общем, об этих вещах нужно побеспокоиться. И первый адапт, который нужно, аль-илджа, то есть, желателем является уложить его на правый бок в сторону кибли его повернуть. Вот, первое, что мы должны делать. Его надо положить так на правый бок, чтобы он правым боком смотрел в сторону кибли. Если это место там не получается никак, ну, не повернешь, так уж получилось, да, например, не получается, какая-то причина есть, тогда на левый бок уложим в сторону кибли. То есть, уже на левый бок можно. Если вправо не получается, то хотя бы на левый бок в сторону кибли. Если так тоже не получается, желательно, говорит, его положить вот ногами в сторону кибли, под голову что-нибудь подложить, и чтобы он так лежал в сторону кибли. Это третий вариант уже, если оба этих варианта не работают. Вот это три варианта, как его уложить. Следующий талкин, следующий адапт, мы должны, да, шагадат, внушать ему, талкин называется, внушать ему эти слова. Как это? У неё тоже свои адапты. Пророк с Алсаном хадиса говорит, вы внушаете, обучаете умирающему слова «Ля-илла-илла-илла-илла-илла». Здесь суннатом не является Мухаммад и Расулу,rop,ра-илла-илла-илла-илла-илла, потому что «Ля-илла-илла-илла-илла» сказано. Почему? Потому что в хадисе Пророк с Алсаном хадиса говорится, «манкана ахирух калямихи ля-илла-илла-илла-дахаля очна». Тот человек, у последние слова у него будут, слова «Ля-илла-илла-илла» – этот человек войдёт в рай. чтобы он повторил, чтобы его seguinte слова эти были ля и ля хилля. Если он скажет ля и ля та произнесет, всё мы молчим. Если он заговорить, дай her воду принеси his это т.ы., заговорил, опять надо ля и ля и ля, чтобы последние слова были ля и ля и ля. Это делать желательно с такой мягкостью, даже не говорить там, говори ля и ля и ля та, говори ля и ля і ля и ля та, над мягко даже говори не надо говорить просто возле нее говоришь лоб трогать Ля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-ил еще так слова если выйдут поэтому с мягкостью аккуратно так вот так вот так подводить к этому вот это означает когда ту ясен следующий адап говорит читать ясен возле него например куран читать говорят да что лучше читать читать сур ясен почему потому что пророк салам хадисе говорит и курау аля маутакум ясен читайте говорит над умирающим вашими читайте сур ясен вот то есть это суру ясен читать желательно четвертый адап хусну зан не биллахи человек который умирает желательно ему чтобы у него было хорошее мнение о всевышнем аллахе хусну зан да например это как понимать пророк салам хадисе говорит пусть никто из вас не умирает кроме как думая о всевышнем аллахе хорошо думая о всевышнем аллое хорошо как сказать что а значит аллах мешала простить меня аллах просить но но и грехи это а также вот так думаю об лаяххарар и вот так говорит почему потому что ладису рукоции говорится к за на андhew он не об десятихуй а лаук талия говорит я буду с моим рамбом так каково он мнение обо мне аллах говорит то есть я с ним поступать так как он обо мне думает другом хотите пророк салам сам тоже говорится пусть никто из вас не умирает пока будет думать о Всевышнем Аллахе хорошо. Здесь повторение идет, получается. То есть, вот мы мы же тоже будем умирать? Иншал. Вот, например, да, если вдруг, мы же не знаем, человек бывает в аварии умирает, внезапно бывает умирает. Если вдруг получится, что мы болеем, болеем, и Бах, существенно, будет так умереть, что мы должны думать об Аллахе? Вот, мы должны думать об Аллахе, что Аллаху Та'аля, прощающий, Аллаху Та'аля, милостливый, да? Для Аллаха нас простить что стоит? Для Аллаха же ничего не стоит нас простить, да, например. И говорит, о, Аллах, я больше всего в Твоей милости сейчас нуждаюсь, я надеюсь, я хорошо думаю, да, о Тебе. Это, вот эти, вот эти хадисы нужно вспоминать. Сейчас я тоже чуть-чуть вам расскажу для бараката, чтобы у вас вот это, в этот момент вот эти мысли пришли. Один парень, пророк, саусом хадисе, говорит, Аллах любит своего раба больше, чем мать своего ребенка. Представьте себе, да? Да? Вот Аллах, вот одному алиму сказали, если бы мне выбор дали бы, в сутный день тебя будет судить твоя мама или же Всевышний Аллах, кого ты выберешь, я бы выбрал бы Аллаха, говорит. Вот, ну как мать может нас сказать, да, его в ад отправить, да, например. Это же нереально. Он говорит, если бы мне дали бы выбор, вот тебя будет Аллах судить или мама, выбирай, я бы выбрал бы Аллаху Та'аля, говорит. Аллаху акбар, какая милость Аллаха, да, удивительно. В сутный день, говорит, Аллаху Та'аля Амру сделает. Двоих людей в ад их будут отправить. Один побежит. И ему спрашивают, почему ты так побежал? Он скажет, о Аллах, я в Дуняле никогда тебя не слушался. Вот хотя бы сейчас я хочу твою Амру следовать. Аллах скажет, простите его и отправьте в рай. Аллах, милость. Для Аллаха то, что мы там одним человеком в раю ад, Аллах в наших поклонениях не нуждается. Аллах милостливый, Аллах прощающий. Вот этими мыслями мы должны себя, например, занимать, да. О, Аллах, встречай грешного раба, прости, смилостивься надо мной, облегчи мне вот эту смертную агонию. Да. А тот, который, второго, который в ад, он, говорит, так, будет останавливаться, оглядываться, вот так, и спросит его, почему ты огляжешься? Он скажет, о, Аллах, я не так о тебе думал, я думал, ты меня простишь. Аллах скажет, отправьте его в рай. То есть, в ад ему, иди, говорят, он так останавливаясь идет, оглядывается, говорит, что случилось? Я не такого мнения был о тебе, о, Аллах. Я думал, что ты меня простишь. Аллах скажет, я прощаю его, отправьте его в рай. Аллах, милость ли вы? Вот эти мысли должны быть. Аллаху тааля, ну да, я грешный человек, грехи есть, да, например, о, Аллах, если ты не простишь, куда мне привет, кому идти, если ты не простишь, о, Аллах. Вот с такими мыслями, да. Одна, ребенок умирает, мать плачет рядом, туда-сюда, сын спрашивает, мать, а что ты плачешь? Вот ты умираешь, туда-сюда. А что, говорит, плакать? Я иду, говорит, к тому, кто больше любит меня, чем ты, говорит. А что ты плачешь? Я же иду к моему Создателю, который больше милостлив ко мне, который больше меня любит, нежели чем-то. Поэтому, вот, там, вот этим мы должны занимать в это время, да, милость Аллаха и так далее. Вот эту вещь надо вспоминать. Это является желательным. Пятый адаб, тахсин аль-хулик. Человек перед смертью должен улучшить свои нравы, да, например. Вот хотя бы чуть-чуть, в такой момент хотя бы успокоиться, извинения попросить, да, например. Там есть какие-то моменты, есть долги закрыты и так далее. То есть, вот это человек должен, в общем, человек хорошим человеком должен, хотя в этот момент человек себя должен вести. Человек умер. Пусть Аллаху Тааля умер, твит нас всех в исламе, в имане, души заберет наш, в имане даст хороший конец. Теперь получилось, что он уже умер. Дальше что делать? Дальше говорит, первое, что нужно сделать, тагмилу л-аинаин. То есть, закрыть его глаза. Глаза будут открыты, глаза закрыть нужно. Пророк, Солом Асалам, зашел к Абу Саламату, его глаза были открыты. Пророк, Солом Асалам, говорит, закрыл его глаза. И Пророк, Солом Асалам, затем сказал, инна руха ида кубиза таби'ahu басар. Душа, говорит, душа же с ног начинает снимать. Душу с ног начинает снимать, и она выходит, и человек, Пророк, Солом Асалам, говорит, глаза смотрят вслед за душой. Вслед за душой. Пророк Саусом говорит, поэтому нужно закрывать. И желательно еще, когда закрываешь, сказать, бисмилляхи ва аля милляти расулиллах. Те слова тоже сказать, желательным являются. То есть, вот этот момент. Глаза вслед за душой смотрят. И глаза закрывать нужно. Вот. А когда, я извиняюсь, руками как провел, получается, что глаза закрываются? Лекарство? Ну, в фильмах закрывается, а так в реале не знаю. Да, в фильмах даже глаза не трогают. Вот так проводят, уже глаза закрыты бывают. А так в реале, я не знаю, вот так закрыл. Они обратно открывать с ним, я не знаю, ни разу не видел. Но закрывать будешь, вот так наверное, будут держаться, иншалай. Я не знаю, кто-то видит. Закрывается, да? А, уже тяжело. А, во, иншалай. А так в фильмах же показывают, вот так делаешь, даже глаза не трогают, уже глаза закрыты. Следующий, второй, что нужно сделать, шадду лихьяйна. Вот его челюсть надо завязать, говорит. Рот тоже бывает открытый, рот надо закрыть и привязать, чтобы она держалась. По-разному бывает. Третий, талийнуль мафасиль. Это означает, вот эти суставы чуть-чуть надо размягчить, да, например. Вот, то есть руку взять вот так чуть-чуть покрутить и так далее, да, например. То есть суставы, потому что потом уже через, когда он уже остынет, он уже чуть-чуть деревянный будет. Его переворачивать, его мыть, поднимать и так далее, все тяжело будет. Поэтому, говорит, вот это желательно является, чуть-чуть суставы его подвигать, чтобы это... Там страшного ничего нет? Есть люди, что боятся вообще? А, не боятся, а что боятся? Бояться не нужно, поэтому, поэтому мы говорим же. Вот люди, на самом деле, есть такая беда, что люди к смерти относятся, знаешь, страшно, заходить, бояться. Вот эти вещи, а дабы, если ты инициативу в свои руки не возьмешь, каждый, если будет так бояться, например, это же не пойдет. Поэтому надо инициативу в руки взять, так, давай, так, это сделали, то сделали, давай это принеси, то принеси, то есть человек должен, тем более мужчина должен, инициативу в свои руки взять, давай это сделать, то сделали, то есть вот эти вещи надо, в общем, делать это. После того, как он умрет, там, ну, неважно, где умер, как умер, так далее, желательно, говорит, поставить его на какую-нибудь доску, на кровать, на возвышенное место, имеется, да, на высокое место, то есть, чтобы его контакт с землей, чтобы не был он, да, чтобы его, это, то есть, на высокое место его поставить. Также говорит, повернуть в той порядке, которую мы упомянули, в сторону Кибли, его повернуть. Еще что-нибудь тяжелое на живот поставить. Пророк Саусам говорит, чтобы он не сдулся, да, бывает, наверное, да, я не знаю, как бывает, в общем, чтобы, говорит, не разбух, что-нибудь тяжелое на живот поставить, тоже желательно. Снять одежду, следующее, снять одежду, одежду снимаем и потом вслед сразу закрываем его тело полностью. Если он в хадже умер, голову оставляем открытым, а если не в хадже человек, то полностью закрываем. У нас один, муалим рассказывал, в хадже, в давке, раньше же умирали очень много, да, в каждый период хаджа по 200-300 человек умирали в давках, да, сейчас, аль-хаммилля, расширили все условия есть. 300 человек, говорит, умерли, и нам сказали, и мне было поручено посмотреть, есть ли наши паломники из нашей республики, есть ли они, я пошел туда, где эти все джаназа, которые умерли, все сразу, их, где они лежат, туда пришел. Я, говорит, пришел, они, считай, в храмах, в хадже, да, умерли, это же, считай, до сотного дня, они как будто бы хаджи делают, да, да. Я пришел, говорит, все, говорю, так, такие, все улыбаются, я, говорю, они точно умерли, да, например, все вот так лежат, говорит, все такие улыбающиеся лица у них были, очень удивительно, говорит. Поэтому полностью закрываем, восьмое, что нужно делать, обратите внимание, калла удайни. Человек умер, долг надо его возместить, то, что мы вчера рассказывали, то есть сразу, сразу надо наших долгов суетиться, вот, пока имущество туда не раздербанили, нужно, в первую очередь, это долг возместить нужно. Пророк, говорит, она бывает в подвешенном состоянии за его долг, говорит, пока этот долг не выплатят. Это долг страшная вещь, я не знаю, как люди спокойно относятся к этим долгам, я не знаю, но это долг, это очень страшная вещь, с долгом умереть. Пророк Саусалам даже джаназа намаз не сделал, за то, что там два дирхама, что ли, у него было, да, долг. И другой сподвижник сказал, я, двородные братья, сказал, я беру на себя его посланника, а ты точно его выплатишь? Да, я выплачу. Пророк Саусалам совершил джаназа намаз, потом, кажется, ближе к Асру, Пророк Саусалам у него спросил, ты оплатил его долг? Все это, да, человек уже похормили, все. А, нет, еще сейчас оплачу, Пророк Саусалам опять спрашивает, ты, через некоторое время, ты оплатил его долг? Потом, когда он сказал, да, оплатил, аль ана барратта джильдагу, Пророк Саусалам говорит, сейчас ты охладил его тело, сейчас только ты охладил его тело. Поэтому это долгами умереть, это не дай Аллах, поэтому долг надо сразу, поэтому вот завещание, да, например, мы это вчера раздали, так желательный вариант, да, но если у кого-то есть долг, надо там указать, я тот долг взял, верните ему вот этот долг и так далее, это все надо на бумажке, чтобы свидетели, чтобы зафиксировали. А то бывает, человек может не подойдет, ему неудобно и так далее, да, чтобы долг выплатили, это нужно, в общем, эту вещь делать. Вот, прежде чем даже пока не похоронить его, вот эту вещь сразу нужно сделать. Адуа улильмаид. И, соответственно, следующее, что нужно делать, это делать дуа, чтобы Аллах просил грехи, милость попросить, да, и так далее, эта дуа все делается. Теперь, здесь имам Ан-Науи, Рахмалу Тааля, слова есть, То есть, разрешается, говорит, для близких людей, которые для семьи, да, которые семьи человек умер, поцеловать покойного, можно говорить, в его лицо поцеловать, это достойно пришло, говорит, в хадисах тоже передано это, то есть, попрощаться, иметь то, поцеловать его лоб, поцеловать там или еще что-либо, да, вот так попрощаться, это тоже, говорит, разрешено. И, следующее, уже он покинул этот мир, обязательным становится уже подготовить покойного к захоронению. Четыре вещи являются обязательным, четыре вещи, после того, как человек умрет, сразу же, ни на что не отвлекаясь. Есть хадис пророка, саламом, Из почитания мертвого является похоронить его, то есть, нельзя тянуть, пока там родственник откуда-то, там, с Чукотки прилететь, и так далее. То есть, человек умер, его надо сразу приступать к похоронам, да, например. Вот, это из почитания мертвого, его быстро хоронить. Три вещи есть, пророк саламом говорит, которые не откладывают. Намаз и джаназа намаз, да, например, и долг. То есть, джаназа тоже, пророк саламом в хадисе упомянул, это вещь, которая не откладывается, сразу нужно делать. Четыре вещи, фарзу-ль-Кифайат, и джима'ан, является четыре вещи делать. Это коллективный фарз, здесь в городе кто-то мусульманин умрет, на нас всех является фарзу-ль-Кифайат, коллективная обязанность, четыре вещи. Его помыть, осул сделать ему, да. Второе, что, кафан завернуть в саван. Третье, джаназа намаз, и четвертое, похоронить его. Если два человека из нашего джамата станет, скажет, я это все четыре вещи сделаю, со всех остальных обязанностей отпадает. Вот что такое фарзу-ль-Кифайат. Вот эти четыре вещи, если никто эти вещи не сделает, все люди в грех попадают за то, что оставили этот фарз. Вот эти четыре вещи, иншаллах-рахман, здесь мы оставим. И завтра, иншаллах-рахман, Рамазан-хазад покажет, как его нужно мыть, как нужно кафан заворачивать. Вот этот урок, завтрашний урок, иншаллах-рахман. Если у вас есть вопросы, можете задавать. Здесь оставим, иншаллах-рахман.